Вот сейчас немножко подробнее расскажу о нас, чтобы лучше представлять, что такое Чеколайф. У нас 52% доля рынка по обороту, конкурентов много, если вы зайдете на любой Киви терминал, начнете кликать вот так по слайдово, вы увидите там около 30 сервисов, 30 или 32 сервисов. Но мы одни больше, чем все они вместе взяты. Сейчас на сайте даже ночью каждые 55 секунд совершается одна покупка, в день примерно полторы-две тысячи покупок. Почему это выгодно? Потому что, во-первых, у вас, как правило, нет никаких предоплат. То есть, представьте, как вы можете продвигаться, вы можете пойти дать рекламу на радио, рекламу в газету, в журнал, еще куда-то, но вы можете обратиться к нам. Во всех остальных случаях с вас просят какие-то деньги. Вам скажут, спроси 300 тысяч тенге, 100 тысяч тенге, 50 тысяч тенге, и мы вас разместим. Мы не говорим ничего, мы не говорим там никаких 50, 100, еще каких-то тысяч тенге. Мы говорим просто дать хорошее положение в аудиторию. Комиссию нашу мы будем иметь только за конкретно проданные купоны. Если мы никого не продадим, значит, увы, оно ничего не заплатится. То есть, мы заинтересованы в акции вместе с вами и заинтересованы в том, чтобы были хорошие продажи. Потому что если завтра мы ничего не продадим, мы ничего не заработаем. Нам это не надо, и мы понимаем, что вам это тоже не надо. Результаты видны в режиме реального времени. Каждый день вы можете заходить на сайт «Чоколайка», у него есть внутренний кабинет партнерский. Вы можете видеть, сколько человек придет к вам. То есть, результаты вы их прямо в онлайн видите. Не так, чтобы вы разместили газету. Вчера Жанна говорила об эффективности изучения маркетинга, об эффективности отслеживания результатов по маркетингу. Но вот в случае, если вы размещаете рекламу где-то там на радио, на телевидении, еще где-то, вы не можете точно ориентироваться, сколько клиентов к вам придет. В случае, если вы разместили газету, вы точно знаете даже не в формате, сколько клиентов увидели, а в формате, сколько людей фактически к вам придет. Вот представьте, чтобы вы понимали, среднюю плату, которую мы получаем от нашего партнера по акции, сейчас где-то около 200 тысяч тенге. В среднем нашему партнеру акции на «Чоколайке» стоят около 150-200 тысяч тенге. И вот представьте, что человек за это сможет сделать. Сможет листовки какие-то там распечатать, пойти раздать. Может там… То есть, что-то такое масштабное он точно не сможет сделать. Но гарантированно полгорода он не охватит. Вот у нас 20% населения Алматы, 20% населения Астаны в сервисе. Понятно, что всю эту аудиторию точно за эти деньги не охватят. Почему мы так делаем? Это, кстати, целенаправленная политика – не дать партнеру заработать, у нас это называется. Почему нельзя дать партнеру заработать по акции? Потому что как только он понимает, что может зарабатывать просто на опте, он подходит к этому как к оптовому потоку. И он перестает думать о тех остальных эффектах. Потому что это проще всего. Просто много людей обслужить и заработать денег. Но в этом случае он забывает о качестве. Тогда он начинает действительно к людям относиться, как «Ой, да мне бы там 500 человек побыстрее пропустить и все». Он забывает, что его главная задача не побыстрее их пропустить, а обслужить по максимуму, чтобы они возвращались ему снова и снова. Чтобы получить вот этот эффект, чтобы вложиться в пользователя, который уже пришел, получить вот этот эффект. А он начинает ориентироваться вот сюда. Поэтому, если лишить его этого стимула и, грубо говоря, сказать, ты по акции не зарабатываешь. Вот хоть миллион обслужить людей, ты на самой акции не заработаешь. Ты заработаешь столько, если твои ребята помогут человеку дополнительно что-то подать. Либо, если ты настолько понравишься клиенту, что он к тебе захочет еще раз прийти. Только в этом случае. Кстати, еще некоторые особенности нашей аудитории, именно чоколаевской. Это, как минимум, пользователи интернета, как минимум. И это, как минимум, вероятно, в значительной части это пользователи смартфонов. Потому что сейчас у нас мобильный трафик очень сильно растет. И вот сейчас уже где-то около 15% людей пользуются чоколаевами с мобильных телефонов. Ну, то есть со смартфоном, соответственно. Да, и к вам знаешь, что? Вот слышишь, когда мы работали, например, с Monomi, мы оплачивали ролики на радио, мы оплачивали там выход на ТВ, там, Бриспер, канал в Алмате. В общем, всю рекламу, там, Mail.ru. Mail.ru, позиция, письмо отправлено, выкуплено нами на весь год. То есть все письма, которые отправляют через Mail.ru, крупнейшая половина аудитории Казнет, все видят нашу рекламу после отправки письма. Пример собой чоколайки. У нас статистка такая. Человек, который какой-то раз совершил одну покупку на чоколайки, покупает с периодичностью 6 раз в год. То есть 1 раз в 2 месяца. Это тоже одно из мероприятий, которое мы делали. Это наш Алматы шумбин фестиваль. Наша задача превратить его в ежегодное мероприятие. Вместе с программой культуры мы его у тебя проводим каждый год. В этом году он будет проходить зимой, то есть зимний сезон. Мы хотим, чтобы в Алматы появилось мероприятие уровня, там, в Алматы шумбин фестиваль, что 2 из Казахстана, эти, там, я не слетался сюда, с соседних стран приезжали и там все со скидком скупали. Две недели как мы запустили Киви-купон. То есть теперь наши клиенты могут покупать акции прямо с Киви-терминала. Для нас это вовлечение той аудитории, которая раньше не была в обочинах. То есть люди, которые пришли оплатить мобильник, теперь видят на главном мониторе вот такой баннер сверху. Они пришли еще на Тельдва, актив КИСЛ, да, там еще что-то поплатить. Но он видит вот этот баннер сверху, что вы можете прямо сейчас, прямо на сайте выбрать, в смысле прямо в терминале выбрать акцию, и прямо с терминала купить. То есть купон, он будет распечатан вместе с чеком. Выдет начальный чек, с этого выйдет купон. С всеми номерами и так далее. То есть в принципе уже и распечататься ничего не надо. Ну и вот, то есть, наверное, поэтому с нами сейчас работают уже больше трех тысяч партнеров. Это, опять же, от малой до великой. Мы понимаем, что вопрос, как правильно составить акцию, это всегда вопрос цели. Нужно изначально понять, что хочет партнер. У нас статистика такая, что возврат по недовольным пользователям в среднем по сервису 0,7%. 0,7%, то есть меньше процентов. В случае их нет, да? Нет, они есть, они есть. Просто мы называем так, нельзя позволять одному проценту плохих людей портить впечатление 99% хороших. Кстати, да, еще что помогает сделать Чудо Лайф, он позволяет многим заведениям увидеть, получить обратную связь от клиента. Потому что после того, как партнер активирует купон, например, он, ну, какая-то, то есть там есть какой-то код, он этот код там пропикивает специальным образом, вводит там в системе, то при следующем посещении этого клиента Чудо Лайф, не сайта Чудо Лайф, у клиента стоит такое окошко. Нам очень важно ваше мнение, оцените услугу, полученную вот по этому купону. И человек пишет отзыв. И мало того, он оставляет... Я, кстати, могу вам вот просто открыть все отзывы, вы можете почитать сейчас прям в режим онлайн, как это выглядит. Открыть? Да? Открыть, открыть. Интересно, интересно. Ну, давайте, интересно же. Есть? Это радует. Вот Чудо Лайф мы гордимся скоростью того, как мы даем ответы нашим пользователям. Могу вам показать статистику, опять же, в режим онлайн? Вот и в настоящее время. Сейчас с утра нам задали 529 вопросов. 529 вопросов. На 512 мы ответили, на 17 еще не ответили. Здесь можете остановить, кто, насколько быстро или медленно работает, и можете смотреть распределение по ответам. То есть в течение 7 минут было дано 168 ответов. В течение 15 минут 7-6, и часть дано свыше, там, допустим, свыше часа в том числе. Вот это, на самом деле, отвратительная статистика. Сегодня удачный день. Потому что обычно вот те, кто отвечает свыше часа, такие вообще единицы. Просто единицы. Позвоните, вы знаете, почему? Серьезно, да? Позвоните, вы знаете, почему? Идем к отзывам. Идем к отзывам. Вот, внимание. Девушка на ресепшн не знала даты окончания акции. То есть сертификат еще действует до 18-й в курсе. Также не знала список анализов, по которым предоставить скидка. Очень медленно обслуживает. Вот человеку не понравилось. Дальше мы ему должны что-то ответить. Это все передается обязательно через кнопочку отдел качества в отдел качества. Нажимается и передается отдел качества. Эти ребята дальше с ним разбираются. Эта информация очень полезна для владельцев. Потому что они могут даже иногда не знать, что у него там вот эта девочка, которая там грубо общается, да вот так вот так ответила. И они получают информацию, если от одного получат, например, с тысячи, могут внимание обратить. То есть конкретно может не повезло клиенту, или клиент примере. Но если ситуация повторяется из раза в раз, то это очень хороший сигнал для нас, что как бы действительно проблемы с заведением у них клиента. И хороший сигнал для самих владельцев, что надо что-то менять. Наша гарантия пользователя простая. Если не понравится, мы берем деньги. То есть мы не можем проверять всех физически, вот прям физически, вплоть до того, мало того, знаете, я вам что скажу, если партнер вообще захочет с нами провести акцию, он сделает хорошую сумму решение. То есть здесь так не защитишься. Поэтому гарантия защиты пользователя на следующее. Мы в любом случае, чем финансовая ответственность, не понравится клиенту, мы берем деньги. Вопросы-то, да? Главное, чтобы он как бы не застенялся к нам обратиться. А партнер тоже, он вот именно эту ответственность несет. Если клиенту не понравится, он тоже их не заработает. Мастер он заплатит? Заплатит. Материал он потерял? Потерял. Время потерял? Потерял. И клиент будет на воле. То есть так мы говорим, вместо того, чтобы рассказать большую аудиторию, что вы хорошее заведение, вы очень большой аудиторией расскажете, что вы плохое заведение. То есть так точно делать не надо. Вот я тоже. Я после того, как одел линзы, ну это было давно уже, лет 7 назад, я понял вообще вот насколько качество моей жизни улучшилось. Потому что я начал видеть все. Я начал видеть, я не знаю, там, как травка, шишки. Бабочка. Сами производители линз называют оптики, знаете как, они говорят, они хуже, чем наркобароны. Мне кажется, что у них моржа, они сами прикладывают, что у них моржа, как будто они наркотиками не торгуют. Почему, это дословно они сказали, почему они держат такие высокие цены на линзы в оптиках. Они объясняют это так, а у нас спрос маленький. То есть если завтра мы снижим нашу маршрут, то мы вообще на линзах зарабатывать не будем, потому что линзами пользуются там маленький процент населения. Но мы говорим, ну правильно, потому что линзы вот столько стоят, их не может многие позволить. То есть себестоимость ношения линз до нашего приход где-то сто долларов в месяц, чтобы нормально пользоваться, растворчики покупать и так далее. Ну в зависимости от типа. Конечно это дорого. Какое количество людей сможет позволить столько сто долларов в месяц тратить в месяц на линзы? Сделайте тридцать долларов, как в России еще где-то. За тридцать долларов уже многие будут готовы в Россию выпить, уходить в линзы. Поэтому, как бы, ну, вопрос по тихоньку решается. И это просто эволюция. То же самое, что происходило в России, то же самое на рынке Украины еще где-то происходило. Когда начинается массовый, ну, такой драйв по ценам со стороны онлайна, цены в оффлайне тоже начинают париться. Цены в оффлайне сейчас уже не такие, как они были несколько месяцев назад. Поэтому все нормально. Обратный пример, пример для моды. Мы буквально сегодня утром завтракали с руководителем для моды. Он что рассказывает? Алмата это примерно 40% продаж всего лишь. А регионы очень-очень хорошо идут. Почему это так? Он объясняет просто. Потому что в Алмате есть мега, есть там еще что-то, а там ничего нет. Там мало в принципе предложения одежды, выбор маленький. Поэтому с учетом того, что рынок работает довольно быстро и ассортимент не большой, цены не плохие, то в регионы прямо одежда это вау. Сейчас зайдите на Чуколаев, вот я вышел, да? Зайдите на Чуколаев и посмотрите сколько туристических акций. Выбор горячих туров, выбор всяких предложений уходного дня, поехать куда-то там отдохнуть с любимым в отель, куда-нибудь там за городом. Всякие там булаки и так далее. Вот сейчас это направление начинает хорошо работать. Направление товаров, это наше следующее направление. Потому что товары это супер, да? У того же там Самсунга у них бывает затоваривание. И затоваривание происходит, что им делать с этим товаром? Не надо как-то скидывать этот товар. Они готовы давать скидки, любые скидки готовы давать постепенно, да? Для того, чтобы скидывать свои ноутбуки, кондиционеры и еще что-то. Поэтому здесь вот следующий этап наш. Мы налажим отношения с производителями для того, чтобы то, что там с дистрибуторами, то, что залежалось, можем продавать. Просто то, что человек потребляет, то мы и должны давать. Вот то, что вы любите. Наша задача такая. Давай то, что вы любите. Давайте. Всем счастья! Главное, что мы счастливы! Спасибо! Спасибо!